Более 80 лет назад, близ деревни Назино Томской области, произошла страшная трагедия, названная впоследствии Назинской. 6 тысяч человек депортировали в Сибирь и высадили на острове, посреди реки Обь, где не было жилья, без еды и инструментов. Очень скоро среди переселенцев начались голод и болезни, потом убийства и каннибализм. Некоторые считают, что Назинская трагедия – это миф, что ее никогда не было, никто там не погибал, а все это выдумки, придуманные противниками советской власти. Некоторые утверждают, что это действительно было. Мало того, находятся очевидцы этих страшных событий, благодаря которым получилось собрать этот материал. Но давайте обо всем по порядку. В начале 1930-х годов в СССР восстановили паспортную систему, упраздненную после революции. Почти сразу начались массовые аресты. Патрули тысячами задерживали на улицах людей без документов и отправляли их товарными вагонами в Сибирь. Так исполнялся план по ее заселению, придуманный главой ГПУ Генрихом Ягодой и одобренный Сталином. За пятилетку число жителей Сибири собирались увеличить на несколько миллионов человек. Жертвами этой тактики становились разные люди. Жительница сибирской деревни Назина Феофила Былина, в чьей избе был в то время организован заезжий двор, вспоминает, как спросила одного из парней, как он сюда попал. Мужчина рассказал, что был студентом в Москве. На выходных пошел в гости к тете москвичке. Дошел до ее двери, постучался, но не успела тетка открыть дверь, как меня схватили. «Я был арестован, как не имеющий при себе паспорта», — ответил он. Таких историй было много. Шофер Владимир из Москвы выскочил за сигаретами без документов и был схвачен. Мурамчанка Мария приехала в столицу купить мужу костюм и попала в облаву. Ученика слесаря Григория задержали, когда он ехал с путевкой на лечение в Москву. На Назинский остров попали даже два сына томского прокурора. Им, впрочем, повезло — отец нашел парней и увез домой. Но собрали в тайге не только случайных прохожих. Вместе с нарушителями паспортного режима привезли и уголовников, и осужденных. И когда началась битва за выживание, это сыграло свою печальную роль. Прибытие поселенцев никто не ждал. Когда в комендатуре села Александровское получили телеграмму, анонсирующую их появление, чиновники ответили, что принять людей не смогут. Для них нет ни жилья, ни продовольствия. Ответ из Новосибирска был коротким. «Три тысячи отбыли в ваше распоряжение. Через неделю встречайте еще три». После совещания в Александровском решили — людей отправят на небольшой остров, расположенный посреди реки Оби. Тюрьма из него получилась отличная. С обеих сторон до берега расстояние составило минимум по километру, так что сбежать было практически невозможно. Однако до острова добрались не все пассажиры. Первые смерти начались еще на баржах. Места и еды не хватало. Рецидивисты избивали обычных горожан и отбирали у них продукты. В день высадки на сушу вытащили около сорока тел и свалили их в кучу. Закапывать сразу не стали, и под солнцем пришли в себя восемь человек. Люди попали на остров в одежде, в которой их задержали во время облав. В весенних вещах некоторые босиком. После первого погожего дня началось похолодание, но никакого убежища не было. Лишь три палатки для больных ТИФом и еще одна для раздачи питания. Голодные истощенные переселенцы бродили по острову, либо жгли костры. Некоторые, засыпая, падали в них и потом умирали от ожогов. Но самое страшное – продовольствие им не привезли. Его доставили только на четвертый или пятый день. До этого люди питались тем, что могли найти – гнилушками, корой и мхом. Получив ржаную муку после первого завоза продуктов, переселенцы бежали к реке и разводили болтушку. Посуду не выдали. Делали это в шапках, рукавах пиджаков и штанинах брюк. Были и те, кто набрасывался на сухую муку. Они задыхались и умирали от удушья. В первый день возле пункта раздачи образовалось столпотворение, и охранники открыли по заключенным стрельбу. В дальнейшем систему поменяли. Всех разделили на бригады и общую пайку выдавали так называемому бригадиру. В них, как правило, выбивались уголовники, которые съедали все сами. Преступники объединялись в шайки, которые вели на острове охоту на остальных. Отбирали одежду, выдергивали золотые зубы. За одну коронку охранники давали коробок спичек или газетные листы для самокруток. Два зуба или более-менее новое пальто меняли на пачку махорки или полбулки хлеба. Считается, что первым человеческое мясо на острове попробовали именно уголовники. В Томском музее и следственная тюрьма НКВД есть восстановленная стенограмма допроса с одним из людоедов, пойманных с поличным. Свой разговор с задержанным по памяти записал Андрей Карагодин, работавший на острове охранником. Углов, то правда, что вы ели человечье мясо? Не, неправда. Я ел только печенку и сердце. Расскажите, как вы это делали подробно? Очень просто. Как шашлык делают. Из ивовых прутиков делал шампурчики, нарезал кусочками, нанизывал на шампурчики, поджаривал на костерке. А у каких людей вы добывали себе мясо? Уже выхали у мертвых? Да чем же у мертвых? Это ж падаль. Я выбирал таких, которые уже не живые, но еще и не мертвые. Видно же, что доходит. Через день-два все равно дуба даст. Так им уж легче умереть будет. Сейчас, сразу. Не мучиться еще два-три дня. Ситуация начала быстро выходить из-под контроля. Охранники не могли ничего поделать с отчаявшимся населением острова и зверей лесами. Еду поначалу выдавали в порядке живой очереди. Но вскоре этот порядок нарушился. Люди столпились и пытались вырвать муку. Запаниковав, охранники начинали беспорядочно палить по сгрудившейся очереди. После этого расстрелы на острове стали обычным делом. К смертной казни надзиратели приговаривали за малейший проступок. Вскоре на остров прибыл еще один эшелон. Людей высадили на остров, который, по рассказам сотрудников комендатуры, стал похож на муравейник. Смертность только росла, и могильщики не успевали закапывать трупы. Чаще всего люди гибли от диареи. Началась эпидемия дизентерии. Ее масштаб становился крупнее с каждым днем. Только после этого здоровых и крепких стали эвакуировать. Ссыльных вновь сгоняли на баржу по 200 человек. Их отвозили примерно на 100 километров от острова и высаживали на берег осваивать тайгу. Эвакуация завершилась в августе 1933 года. Выжить на острове посреди Аби из 6 тысяч смогли только 2856 человек. Назинская трагедия осталась бы неизвестной. Не вмешайся инструктор Нарымского окружного комитета партии Василий Величко. В июле 1933 года он опросил десятки причастных к организации лагеря, а также записал показания жителей села. Свой доклад Величко отправил по трем адресам, в том числе и в Москву. Сталину. Начавшееся расследование подтвердило большинство фактов из письма, после чего все материалы были засекречены. Жители Назина стараются сохранить память о трагедии. В селе на пожертвование построена церковь, посвященная невинным жертвам ГУЛАГа. Каждый год в июне к кресту на острове приносят цветы. Не всегда это удается сделать. Остров часто заливает вода и, возможно, скоро он совсем исчезнет. Но в истории страны смерть, остров останется навсегда, как одна из самых страшных ее страниц. Верить этой истории или нет, каждый для себя решает сам. Однако стоит отметить, что на пустом месте слухи не рождаются. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться, чтобы получать оповещения о новых интересных фильмах на канале Однажды на Земле. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok